Та-дам! На рынке у нас плюс-минус равновесие. Ну что, привет криптоголики, криптоманы и криптонавты. Сегодня коротенький обзор, потому что времени немного. Смотрите, что хочу вам показать интересное. Вот перед нами график биткоина. Как всегда мы смотрим недельные свечи Хайка Наши и индикаторы EMA Ribbon и RSI. Чем хороши свечи Хайка Наши, я рассказывал в своем переводе видеоурока от Secret Mindset. Кому интересно, всем рекомендую посмотреть. Но, к сожалению, YouTube его удалил из-за авторских прав. И я написал Secret Mindset, они мне не ответили. В общем, вот здесь полезные видосы, список в описании. Здесь есть видос, вот, очень полезный урок по Хайка Наши. Я его выложил на Кост ТВ. Это альтернативный децентрализованный YouTube. Посмотрите обязательно, кто не в теме, потому что инструмент очень мощный. Вы много нового узнаете о них. Ну, в общем, грубо говоря, в двух словах Хайка Наши показывают нам лучшее направление тренда. Потому что, вот, обратите внимание, здесь все свечки зеленые, ну, практически, да, за исключением вот этой красной свечи. Соответственно, тренд лонговый. Так же и здесь было. Но если мы посмотрим на обычные свечи, то тут вот, больше красных свечек, видите, и здесь тоже. То есть, больше шума и непонятки. Вот сейчас идут красные свечи. Но, по сути, они все ложные, потому что, ну, коррекции не затяжные, и мы летим дальше. Поэтому будем смотреть с вами на свечи Хайка Наши. Видите, они все зеленые. То есть, тренд лонговый. Но, опять же, помните, что, почему здесь вот спрашивают, разная цена бывает здесь, типа, неактуальная цена. Потому что свечи Хайка Наши, они немножечко заторможенные. Они показывают чуть, как бы, у них есть некоторая информация из предыдущей свечи. То есть, они усредняют немножечко ход движения цены. Короче говоря, посмотрите видеоурок из описания, вы все поймете. А я решил продвинуться дальше в этом теханализе и отключить, собственно, сами свечи. Потому что даже Хайка Наши свечи создают больше шума, чем информации. И посмотреть только на сетку средних скользящих EMA Ribbon. Нашу любимую с вами сетку EMA Ribbon. Кто не знает, как она включается, вот здесь вот в индикаторах нажимаете на... Только не на Binance, а именно на TradingView. И пишите здесь EMA Ribbon, только полностью надо писать. Вот так EMA Ribbon. И вот их тут куча. Я пользуюсь вот этой версией, которая Crypt. Она самая актуальная. Вот она. Вот. Собственно, и что мы здесь видим с вами, глядя на эту сетку, что в целом-то у нас абсолютно лонговое движение. И на самом деле, чтобы убедиться в том, что все, тренд заканчивается, и рынок нашел локальную вершину, давайте обратимся в историю и посмотрим, как это было в прошлый раз. Вот. Чтобы убедиться в том, что тренд заканчивается, нам нужно с вами подождать, пока эта сетка перестанет расти и пойдет в бок, как вот здесь было. Смотрите. Как было вот здесь. И так же, как было вот здесь на позапрошлом пике. Посмотрите, видите? Естественно, поскольку это сетка средних скользящих, мы видим с вами не актуальную цену на момент, как свечи нам показывают, а цену усредненную. То есть вот в позапрошлом цикле мы доходили до свечами до 1200, но по факту мы там долго не задерживались, и усредненная цена была у нас, вот, соответственно, 600 долларов. То есть такая устойчивая цена. И по факту это было правильно, потому что мы потом долго тусовались в этом регионе. И смотрите, очень важный момент. Конечно же, это запоздалый момент, но когда сетка разворачивается вот так, красная линия сверху, это показывает нам на медвежий тренд, на продолжение медвежьего тренда. И, соответственно, когда сетка разворачивается обратно, вот так, это показывает нам на продолжение, на начало бычьего тренда. То же самое и здесь. Здесь, посмотрите. Мы ждем, пока сетка начнет замедляться, пойдет вбок. И это уже, на самом деле, является медвежьим рынком. То есть локальная вершина-то вот здесь, понятно. Но сложно ее определить. А вот тут определить уже становится несложно, что все, мы идем дальше в медвежий тренд. Причем здесь-то все уже думают, что все, уже конец медвежьего тренда начинает лонговать. И вот тут-то как раз всех их и бреют, когда мы доходим сюда. Поэтому смотрите. Тут, если вы как бы совсем не понимаете, о чем я сейчас вам говорю и все эти термины, посмотрите видеоуроки. У меня есть по биржам, как торговать. Есть видеоурок, как заработать на рынке. Сейчас появится у вас сверху. Гляньте, я там более доступным языком все объясняю. Почему цена идет наверх, почему вниз вообще, и как на этом заработать. Ну и к разговору о биржах и как зарабатывать. Ребята, хочу вам еще напомнить, что на бирже DUDEX, несмотря на то, что пока всего еще три пары торговые, это BTC USDT, ETH USDT и LINK USDT. Тем не менее, есть абсолютно уникальная фича. Это то, что Chainlink USDT торгуется с нулевыми комиссиями абсолютно. То есть вы можете по маркету впрыгивать как в лонг, так и в шорт, не платя вообще ничего. Но кто хочет более подробно ознакомиться, сейчас у вас сверху появится обзор по этой бирже и конкретно по этой функции. Обязательно поставьте на паузу, откройте, потом посмотрите его. Тьфу, фишка очень крутая, особенно для интродейеров, для скальперов, кто по многу сделок в день совершает. Давайте я вам быстро сейчас покажу. Главное всегда осмотрите описание контрактов, потому что когда у вас маржа в USDT, контракты не в долларах идут, не в долларах, это очень важно. То есть вот 100 контрактов, это у вас будет не 100 долларов, а 267 долларов примерно, потому что один контракт равен 0,1 LINK. То есть у вас в долларах будет это значение меняться. Всегда читайте спецификацию контрактов и фандинг. Но вот сейчас, грубо говоря, если мы откроем на 100 контрактов, допустим, Short, вот, прям по рыночной цене, маркет ордером, смотрите, вот он нам говорит, что ликвидация будет 151, потому что маржа в USDT окей, подтверждаем. И вот, обратите внимание, у нас открылась позиция, и у нас Realized PNL 0, хотя обычно на любой другой бирже он бы был минусовой, потому что вы заплатили бы комиссию по стакану. Здесь вы ее не платите, соответственно, вот у вас сразу уже плюсовой PNL, ну, вот он сейчас немножко минусовой еще по рынку, если мы закроемся, но вот он уже плюсовой тоже, видите. То есть, собственно, для тех, кто много маленьких сделок совершает, и интродейт очень удобно. Чтобы торговать чейнлинком, вам нужно здесь пополнить баланс в USDT, и также действуют дополнительные депозитные бонусы. USDT на ваш счет, сейчас они появятся на экране сверху. Так что, ребята, биржа DUDEX, ссылка в описании, замечательная развивающаяся биржа. Но я пока этот трейд закрываю, поскольку я просто вам показал демонстрационный. Также у них нет никаких ограничительных территорий, то есть, как я понял, и Беларусь, и Крым, и США, и что угодно вообще, откуда угодно без VPN-а можете регистрироваться и торговать. Вот такие вот пироги. Ну, а мы продолжаем. Вот, ну и дальше, собственно, что мы видим в нынешнем цикле, посмотрите. В нынешнем цикле мы видим, что пока при всем желании нашим увидеть коррекцию, или кто говорит, что это конец цикла, пока мы не видим, что эта сетка даже близко вот что-то такое делает. Правильно? Правильно. Поэтому смотрите. Фишка-то в чем? Кажется всегда, что мы уже очень высоко. Особенно не в логарифмической шкале, вот как мы сейчас смотрим. В логарифмической-то все нормально. Вот мы как бы идем более-менее ровно. Но не в логарифме. Вот, видите, мы как улетаем сильно. Но теперь смотрите. Давайте проведем аналогию, где мы сейчас. Вот, у нас предыдущий пик сейчас. Смотрите, мы вот здесь, наверху. А предыдущий пик у нас находится вот здесь, в районе третьей клеточки от объемов. Ну, или четвертой клеточки. Вот здесь где-то. Теперь смотрите, возвращаемся обратно, так, чтобы этот пик был здесь. Вот, вот этот пик. Посмотрите, у нас предыдущий пик здесь, в районе второй клеточки, а не четвертой. Видите? То есть, грубо говоря, мы можем с вами дальше отдаляться, так, чтобы предыдущий пик был в районе четвертой клеточки. Как там? Вот, смотрите, вот как там. Вот сейчас мы примерно похоже, в каком мы месте находимся, смотрите, обратите внимание, здесь тоже, здесь даже чуть-чуть сетка начинала загибаться, как вы видите, но в итоге, оп, разогнулась и пошла дальше наверх, и посмотрите, как сильно еще улетела, здесь средняя цена по мувингам была в районе 2000 долларов, но реальная цена по свечкам здесь была, конечно же, уже другая, вот, ну, тоже чуть выше, то есть мы, по сути, сейчас вот в этом месте, скорее всего, находимся. Опять же, понятно, что дисклеймер, циклы все не абсолютно идентичные, но на самом деле очень сильно похожие, потому что психология рынка одна и та же, люди ведут себя одинаково. Короче говоря, смотрите, мы сейчас летим дальше наверх, и летим очень сильно, обратите внимание, мы улетаем еще на несколько иксов наверх, и только после этого начинается боковое движение, и вот здесь уже будет с вами нам понятно, что все, конец бычьего рынка, начало медвежьего. Хотя казаться будет, что все, уже вот это долгое движение в боковике, здесь все захотят снова лонговать, скажут, да вы что, биткоин to the moon, институционалы, никаких, все, никто больше не даст медвежьего рынка, как бы окей, может быть такое. Но, что мы видим пока из истории, мы говорим с вами только про статистику и про историю, мы видим вот такую вещь, что в целом это будет разворотный сигнал. Так что мы ждем с вами этого, и сейчас мы находимся вот здесь, то есть по этой же аналогии мы можем сплюснуть все это как-то вот так. И напишите, кстати, в комментарии внизу, если вам нравится такой анализ, потому что это немного новая тема для меня даже. Я вчера только заметил, что можно, оказывается, убрать свечки и посмотреть чисто на мувинге. Это, конечно, более такой, я считаю, анализ интересный, потому что, опять же, видите, все предыдущие циклы сильно, они становятся просто как прямая линия, видите? То есть, грубо говоря, вот этот цикл тоже может стать как прямая линия. В таком случае вот, то есть мы летим куда-то сюда еще, грубо говоря, вот куда-то сюда мы летим средними значениями, и уже там, в районе сотки, начнем заворачиваться. Так что я думаю, что что-то такое нас ждет, возможно, мы еще немного вот так сделаем этой сеткой как-то, помнемся, но потом все-таки пойдем наверх. Так что смотрите, ну и плюс индикатор PI Cycle Top, наш любимый с вами, вот на логарифме лучше видно будет, он пока еще не отсигналил. Вот, видите, он безупречно показывал нам все предыдущие вершины предыдущих циклов, вот эту, вот эту, вот эту. И когда вот эти два мувинга на нем пересекутся, сейчас я отключу, я ему риббон, чтобы было видно, тогда у нас будет, опять же, вершина цикла, вероятнее всего. И пока эти два мувинга, из-за того, что мы идем вбок и немножко корректируемся, они сейчас, видите, не пересекаются. И это очень хорошо на самом деле, потому что это значит, что пока еще нам есть куда расти. Вот такая вот история сегодня. И на примере такого же анализа я заметил очень интересную вещь на графике Dash BTC, всем Altcoin to the Mooner посвящается. В лице Dash BTC мы рассматриваем все недокупленные старые добрые альты. И ETH Classic, и NEO, что там вы еще любите, и Litecoin, который, правда, уже пошел, и Bitcoin Cash. Вот, но мы смотрим на Dash BTC, и что мы здесь видим, что в Dash BTC мы пребываем в конкретном даунтрендеще достаточно давно по этой сетке, как только она перевернулась. Но, что мы здесь также видим, так это гигантскую, гигантскую бычью дивергенцию или конвергенцию, как хотите, называйте. Вроде как вот эти линии сейчас сближаются. Я нарисовал их немножко кривыми, но вы можете их нарисовать ровными, если хотите. И посмотрите, на RSI мы видим, пики повышаются, в то время как в цене понижаются на сетке. И можете называть ее дивергенцией, можете, вот так вот это будет дивергенция, если RSI сверху. Вот так вот это будет конвергенция, потому что они сближаются. Но это не имеет значения, это все называется дивергенциями. Так что можно не придираться к словам, когда Карл называет это дивергенцией. Суть-то в чем, что это значит, что давление продавца ослабевает, а покупатель потихонечку набирает позицию. Вы не думайте, что покупатель ждет, и покупатель начнет покупать, цена сразу улетит наверх. Нет, покупатель покупает на OTC рынках, набирает позицию все это время вот здесь. Если мы включим обратно график, вот мы видим, что тут конкретная недокупленность происходит. Вот, если убрать логарифм, посмотрите вообще, в какой мы перепроданности с вами находимся. То есть у нас вот среднее значение цены, это примерно вот здесь. Если так взять, вот они. Ну, за все время, понимаете, да, что я имею в виду, если все вот эти мувинги сложить. Так что ничего не меняется, ребята. Я вижу, что много там народу уже не верят, выпрыгивают из Даши в минусах, там, или в небольших плюсах, там, троллят. Это все всегда так было и будет. Перестаньте вестись и читать каждое сообщение в чате и реагировать на них. Просто рассчитайте свои риски сами. И я еще раз говорю, тут потенциал просто невероятен. Потенциал хода просто, ну, вот выше, чем экран, как бы. Поэтому смотрите сами. А так, да, что, все другие альткоины посмотрим в следующем стриме, наверное. Ну, разве что меня очень поразило, конечно, это аудио. Я вообще пропустил этот хайп. Я читал, вы в чате пишете, что аудио, аудио. Я такой, блин, посмотрел на это. Я же сам музыкант, как вы помните. Я сейчас как раз делаю свою коллекцию треков в виде NFT токенов. Скоро об этом вам обязательно расскажу. Ссылочка на музыкальный канал сейчас появится сверху. Посмотрите обязательно наш новый клип, кто не видел. Вот, так что, конечно, эту тему я пропустил. Вот тут надо было заходить и не тупить. И аудио, конечно, да. Но я, в общем, на это глянул и подумал, что фома-то ловить. Многие вот здесь вышли, вот здесь. Это классика вообще абсолютно. Сейчас главное вот здесь не заходить, потому что оно, конечно, может еще чуть-чуть дать. Но в целом будет корректоз. Поэтому фома не ловите. Но я вам просто могу, ну, я не знаю, я могу сказать, обещать, конечно, не могу. Но я практически уверен в том, что мы по Дашу находимся сейчас вот здесь. Просто у аудио нет еще истории, а у Даши вот такая была история. Поэтому обязательно ждите, и вы увидите вот эту ракету. Все будет хорошо, так что не волнуйтесь. Держите свои альты. Ну, а у меня на сегодня все. Вот такой вот выпуск. С вами был Фла-ла-ла. Это канал Крипто Комментс. Слушайте, еще одна просьба. Не хейтите так жестко, пожалуйста, рекламу, которая иногда появляется у нас на канале. Все-таки мы для вас абсолютно бесплатно делаем этот контент. Каждый день практически стараемся. Так что вы нас тоже поймите и поддержите. Вот. Всем большущего профита. И до следующей встречи. Пока.